Здравствуйте, дорогие мои! Последнее время в интернете сильно расфорсилась вот эта картинка, которая показывает, насколько отвратительные игры делает Blizzard, как Blizzard умерла. И вместо того, чтобы спорить с ней, вообще, насколько вы считаете объективными эти оценки, я голосовалку давайте сделаю в собственной ютубе. Вместо того, чтобы спорить, я просто решил взять все игры Blizzard и убирать по одной. Вот, типа, мне к голове приставили пистолет, допустим, и сказали, Пептар, выбери игру, которая не будет существовать после твоего выбора. И я каждый раз должен выбирать по одной, то есть в конце у нас как бы должна остаться там топ-1 игра, что же это будет интересно, вот прям в голову не приходит. А сначала мы уберем самые плохие. Нужно сказать, кстати говоря, что здесь не все игры Blizzard, которые вообще стоит сейчас считать актуальными, потому что я тут как минимум двух не вижу. Я открыл специально, вот, я открыл список всех игр. Даже, наверное, трех тут нету, которые можно считать актуальными. И мы добавим их к общему списку. Нифига себе! Смотрите. Это Wings of Liberty. А если, подождите, ну и у Legacy of the Void последнего дополнения, собственно, такая же практически. Ну, я как фанат, вот честно говоря, вообще не согласен. То есть, по-моему, фанаты StarCraft'а должны быть максимально разочарованы вблизах. Уж всяко больше, чем фанаты. Ну, ладно, все, я добавляю картинку сюда. Тут, видите, профессиональная среда для оценки. Photoshop называется. И нету еще игры вот такой вот замечательной, которая называется Hearthstone. А, так слушайте, вот этот рейтинг, где все красное, это все... Вот эти вот кружочки, это именно User Score. То есть, тут самая большая это оценка, как бы, экспертов. Зелененькая, на это не смотрим. А User Score вот в кружочке, на это смотрим. И существует еще одна игра, которую почему-то не... Ну, кстати, у нее тоже неплохая статья, ну, типа... Вообще, вот если брать с какой игрой или действиями, с какой игрой Blizzard больше всего насрали на фанатов... Ну, не, в принципе, я не знаю. Ход, наверное, в лидерах, конечно, по насренности на фанатов. Но не на первом месте. Кто на первом месте, мы об этом сегодня поговорим. Все. А, а World of Warcraft Classic у нас в наличии здесь? А, World of Warcraft Classic еще отдельно, не в наличии. Погодите, надо еще добавить. Вот, оказывается. Вот, ну, вот теперь у нас есть более-менее полный список игр Близзов. И, как мы видим из этой статистики, StarCraft 2. Самая лучшая из них. Серьезно. Мне кажется, StarCraft 2 это самое забытое... Вернее, про нее забыли до того, как Blizzard ее обосрали. Давайте я так StarCraft охарактеризую. Итак, теперь мы представляем... Я, вернее, представляю, что мне приставили пистолет в голове и говорят... Пептар, убирай одну игру из этого списка. Вообще, я думал изначально, что это будет легко. И что это будет Diablo Immortal. Но вот я смотрю на Warcraft 3 Reforged. И вообще, если так смотреть, то, ну, наверное... Может, я когда-нибудь захочу поиграть в Diablo Immortal, но я никогда не захочу поиграть в Warcraft 3 Reforged. Потому что я могу просто Warcraft старый скачать. Никогда вообще не понимал смысла этого Reforged. Оценка Warcraft 3 Reforged, кстати, выглядит так, как будто бы... Я вот вообще не понимаю, а как меньше единицы сделать? Ну, ведь там 10-ти бальной системы. Это означает от 1 до 10. И как 0-то можно было поставить ему? Я не очень вдупляю. Вообще, по поводу вот оценок там типа 0.6, да? Мы предполагаем с вами, что 10-ть это игра шедевр, которая заставляет плакать от того, насколько она хорошая. Пятерочка это уже такое э-э-э. Ну, типа шестерочка это нормально там. Ну, так, лучше среднего. Пятерочка средняя. Ну, а там единицы, допустим, это игра, которая должна заставить вас плакать от разочарования, от того, насколько она плохая. Она должна абсолютно не работать, не запускаться. Есть ли среди этого списка настолько низкооцененных игр такие? Ну, в Warcraft 3 Reforged вот разве что да. Потому что там эти ладер, которые они, по-моему, так и не ввели, или ввели, но он плохо работает. Как они насрали на фанатов. Но, опять же, эта оценка, это тон, насколько фанаты обиделись на Blizzard. И, наверное, я зачеркну Warcraft 3 Reforged. То есть, если я захочу поиграть просто в Warcraft, поставлю тут циферку 1, чтобы было понятно, что это игра, которую я первую исключил. Я просто установлю себе старый, с торрентов скачаю. Я не одобряю торренты. Но у меня был купленный Warcraft 3 нормальный. А потом Blizzard что сделали? Заменили мой нормальный купленный Warcraft 3 на это. И теперь я должен играть только в Reforged. Это, конечно, меня не устраивает. Но это не повод, кстати, оценку понижать. Ну, потому что если вот объективно, да, так вот. Но я отказываюсь от него. Я тут не оценки выставляю, я убираю по одной игре. Кстати, купить все игры Blizzard, о которых мы будем говорить сегодня, вы можете в магазине WoW Loot.ru от Летёхи. Ну, те игры, которые можно купить. Те, которые бесплатные, не продаёт Летёха. Не знаю почему, допустил он такую ошибку. Там же тайм-карты для Dragonflight покупаем. Там можно помочь себе пополнить всякие аккаунты PlayStation Store и прочего. Ссылочка в описании. Промокод PIPTAR даёт вам невероятно вкуснейшую скидку. В 100 рублей воспользуйтесь ей. И воспользуйтесь ещё дополнительной скидкой в 5% выбрав вот такой вот способ оплаты. Так что покупайте, переходите на WoW Loot.ru. А мы возвращаемся к невероятному рейтингу PIPTAR. Следующая игра, от которой я полностью готов отказаться. Тут опять тоже вопрос. Вот есть StarCraft 2, например. Есть HOT. Я ни в то, ни в другое вообще не играю. И есть Diablo Immortal. В Diablo Immortal вообще-то, ну, может, на телефоне я когда-нибудь и смогу поиграть. Или Overwatch 2. В Overwatch 2 я вообще не собираюсь играть. Просто я играю в Diablo Immortal, и мне, в принципе, ну, понравилось. Хотя после того, как я чуть-чуть поиграл в Diablo Immortal, я пошёл играть в Path of Exile, в Diablo 3, в Diablo 2. Потому что я такой, блин, хочется позадротить. Но, наверное, всё-таки это будет Diablo Immortal. Ладно, чёрт с ним. Всё-таки, ну, я же не могу полностью отказаться от существования StarCraft. Просто прям вот выбирая между этим и этим. Всё. Diablo Immortal мы убрали. А дальше всё сложнее и сложнее, да? Пять минут спустя. Ну, слушайте, наверное, HOT все-таки. Я долго сидел, думал. Сложный выбор, честно говоря. Просто HOTS не развивается, он заброшен. Наверное, если я захочу поиграть в мобу, я включу Лигу Легенд. При том, что HOTS сам по себе был прекрасной, чудесной игрой. Он был сделан на очень устаревшем движке. Blizzard, как всегда, отвратительно поддерживали киберспорт. Кстати, по поводу киберспорта, они вроде бы как чуть ли не полностью расформировывают своё отделение, которое занимается киберспортом. Возможно, это как раз связано с подготовкой сделки с майками, потому что у Microsoft есть свои отделения этим занимающиеся. В общем, да, да, пожалуй, HOTS. Потому что у него есть хорошие замены, работающие, так сказать. Дальше опять вопрос, ребята. StarCraft — это моя жизнь. Вы, может, не знаете, если вы не смотрели байки за дрота. Но я стал стримером и стал делать какой-то контент в основном, потому что я начал играть в StarCraft. Я очень долгое время его комментировал. И именно поэтому я понимаю, что вот эта вот оценка — это не то. Вот тут я прям такой, типа, а почему он? Почему у Diablo 4 2.4, а у StarCraft 8.3? Знаете, на фанатов кого куда больше насрали, чем на фанатов Diablo 4? Ну, про Diablo 4 мы сейчас чуть-чуть скажем. Ну, а Overwatch 2 я вообще в него не собирался играть. И Hearthstone тоже. Наверное, Overwatch 2. Наверное, так. Я не могу избавиться от StarCraft'а, простите, так легко. Слушайте, я не знаю, это так сложно. Я тебе придумаю над StarCraft'ом и Hearthstone'ом. И я просто такой, вот мне говорят, в какую я игру больше никогда не смогу поиграть. Я, с одной стороны, ни в ту, ни в другую не собирался играть. Но, с другой стороны, так обидно представлять. Ну, Hearthstone будет развиваться, там может что-то интересное выйти. Но, с другой стороны, там уже столько всего выходило. И каждый раз, когда думал, что это что-то интересное, лично, на мой вкус, это был полный провал. Просто RTS-то другой нет. Ну, и карточной игры-то другой нет. Вот тут уж реально нет альтернатив. Блин, наверное, я выберу StarCraft. Я допускаю ситуацию, когда я в Hearthstone начинаю играть с телефончика. Такое уже было пару раз в моей жизни. Так что StarCraft. Ну, и следующий Hearthstone сразу, следом. Потому что, как вы понимаете, Diablo 4, Dragonflight и WoW Classic, это не те игры, которые можно сравнивать лично для меня с Hearthstone'ом. А вот дальше, кажется, я буду сейчас долго выбирать, но на самом деле нет. World of Warcraft Classic. Правда, мы не берем тут, наверное, Hardcore Challenge. Вот если бы Hardcore... Да не, ну Hardcore Challenge, что бы он выйдет, про него забудут. World of Warcraft Classic, следующая игра. Ну, и дальше, Diablo 4 или World of Warcraft Actual. Какая игра из этих ближе для меня? Ну, опять, это легко. Извините, пожалуйста, Diablo 4, до свидания. При том, что сейчас Diablo 4 и оценки, кстати говоря, Diablo 4... Ну, я не знаю, насколько они заслужены. Я, как и говорил, это явно хорошая игра. То есть, если вы просто поиграете в Diablo 4, пройдете там сюжетку и так далее, то, ну, наверное, это вот тут вот юзеры на оценивали ее на 2.4. Имха это минимум 7-8 из 10. Если вы будете фанатом деблоидов, как я, и будете ждать от Diablo 4 определенного, то лично моя оценка Diablo 4 сейчас 5 из 10. По тому, насколько фанаты разочарованы... У Diablo 4-то была хорошая оценка. Этот скрин вообще весь сделали и начали вирусить, когда Diablo 4 за бомберевью вели после патча. По патчу, из-за которого как раз оценка просела, очень много разных отзывов. То есть, есть те, кто говорят, что все окей, и просто хейтеры не разобрались. Есть те, кто подробно и обстоятельно рассказывает, почему Diablo 4 и этот патч, это просто ужасно. Я соглашусь с тем, что Blizzard очень плохо подумали о фанатах и о том, как выпускать определенный патч, чтобы не злить фанатов. И при этом я очень рад, что они дали Blizzard, в смысле, буквально дали обратную связь, извинились и сказали, что вот что-то мы налажали, надо было это по-другому делать и так далее. Так что это очень здорово. Но лично для меня я сейчас вообще не хочу играть в Diablo 4, как я сказал, 5 из 10. То есть, есть куда больше игр, в которые я с большей радостью поиграю. Я жду третьего сезона. Если в третьем сезоне Blizzard начнут двигаться в сторону динамики, которую я и, кажется, большинство хотят от Diablo 4 и всего вот этого, то да. Кстати, мы, знаете, еще что не добавили? Мы не добавили этот рейтинг Diablo 2. Ну, вообще во все эти игры. Потому что, в принципе, это довольно актуальная игра. Я в нее играл буквально. И, ну, Diablo 2 Remastered. Я бы, наверное, на самом деле Diablo 2 Remastered зачеркнул до World of Warcraft Classic. То есть, я бы предпочел, чтобы не существовало и Хардстоуна, и Ходса, Старкрафта, всего-всего. И при этом оставалось Diablo 2 Remastered. И, как вы понимаете, у фанбоя Пепетара остается одна игра. Оценки у нее 3-4. Вот я, кстати, я понимаю, почему каждую из этих игр ждали такие плохие оценки. Я понимаю. Diablo 4 чисто из-за патча. Overwatch 2 из-за отмены PvE-режима. Diablo Immortal, потому что оценивает не та аудитория, для которой сделана. Хотя игра, на мой взгляд, 70 минимум. World of Warcraft Dragonflight. Вообще непонятно, какого хрена люди к ней прикопались. Она хорошая. То есть, там нету никаких скандалов, ничего. Ну, то есть, есть довольно много проблем у Вова Актуального, о которых я, как фанат, знаю и понимаю. Там, с балансом, с тем, что Blizzard забивают на какие-то баги. И ты смотришь на это и такой, ну, как бы понимаешь, что им посрать просто. Вот. Но почему комьюнити? Че им надо? Че им? Че? Че? Там нет ни скандалов уже никаких. Ни в одну сторону скандалов, ни в другую. Ну, то есть, там, пишите, почему вам... Ну, только если вы фанат Вотлка и такие, вот, Вотлк это был топ, а вот Актуал-то это говно, только для тех, кто любит жрать. Тогда не пишите, это понятно. Вам вот просто нравится другое. Но, если вы нейтральный, там, или играете в Актуал, объясните мне, че не так с Dragonfly, там? Че? Че? Ну, мой вот рейтинг такой. Как бы, от конца до начала. Такое потрясающее видео. Напишите, как бы вы убирали игры. То есть, пишите тоже, там, от одного до семи. Ну, у нас до восьми, до девяти получается с Diablo 2. Просто какие бы вы игры вычеркивали, если бы это был ваш рейтинг. Мне, правда, интересно узнать. Мне интересно было как-то обсудить эту картинку с вами. Рад, что вроде бы у меня это получилось. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо Сане, Дэнде и Бихилидзоту, невероятному и легендарному спонсору на моего канала на Boost. Всем остальным спонсорам на Boost. Тоже спасибки. Приходите на мои стримы. Там скоро я выигрываю пять тысяч долларов, предположительно. Но очень тяжело. Очень тяжело. И в конце я вам что хочу показать? Компьютер свой. Вот. Смотрите, какая красота. Не видели его никогда, наверное. Компьютер. Компьютер.